подошло время делать очередное то поменяю масла фильтра помимо этого появился какой-то звон в левом переднем колесе думаю там проблема в суппортах посмотрим что там заказал ремкомплект заеду к ребятам будем смотреть вместе с ними ну заодно подошла у меня левая стойка она уже потекла тоже заказал ребятам передний комплект амортизаторов будем менять заодно хочу проверить перед зимой какие там есть проблемы что вовремя поменять чтобы не было никаких серьезных проблем в будущем также заказал зимнюю резину ну и перед зимой желательно конечно поменять аккумулятор тоже посмотрю в каком он состоянии думаю тоже его поменять сейчас все покажу так что оставайтесь с нами значит заказал ремкомплект для суппорта тут направляйки смазка болты манжеты все есть но проблема оказалась не в них потому что по диаметру они такие же как и мои ремонтные должны быть по идее больше да то есть под них по идее нужно растачивать да если там недостаточно они должны туго входить чтобы не было никакого звона тут ситуация такая что не такого же диаметра как и мои да и по сути не в них оказалось дело поэтому один комплект мы вернули второй оставили на всякий случай вдруг пригодится проблема оказалась в прижимной скобе которая прижимает колодки и не дает колодкам звенеть вот собственно говоря 200 гривен пара на передние колеса и проблема решена так что звук ушел следующий этап замена передних амортизаторов так стойки ребята уже поменялись при осмотре увидели что потрескался пыльник на внутренней полуоси лучше поменять все вовремя сейчас заказал ребята уже меняют почистили всю грязь которая туда забилась и будем менять замену масла я снимал еще в прошлое туалетом когда менял масло по сути процедура не изменилась поэтому кому интересно или портируемся в лето он за мотором находится масляный фильтр поэтому потребуется нам ключ с удлинителем берем головку на 27 и удлинитель на трещотку находим сливной болт все как обычно берем фильтра масло я взял mobile 1 не забываем смазать резиночку маслом ровно пять литров вошло от замены до замены ни капли не доливал все по уровню все четко получил на почте зимнюю резину сейчас поеду переобуваться у меня летняя стояла 45 а зимнюю заказал 55 надеюсь налезет не будет тереть потому что для наших дорог 45 слишком низенькая резина слишком разбивается ходовка собственно и стойки мне приговорили я думаю из-за того что слишком плохая была амортизация из-за такой тонкой резины машина к зиме готова поменена резина сделана ходовка заменен аккумулятор масло так что мотору будет гораздо приятнее работать зимой когда он замерзает со свежим маслом ну единственное что появилось желание также поменять задние стойки потому что теперь ощущается разница между более мягким передом с новыми стойками и более жестким задом там все-таки стоечки тоже относительно передних уже разбитая поэтому думаю еще заменить их ребят если вам понравился такой формат то подписывайтесь на этот канал ставьте пальцы вверх комментируйте если зайдет будут продолжать снимать такого плана до новых встреч пока